Лина Филимонова «Здрасте, я ваш папа!» Читает Наталья Гринцевич Пролог Андрей Я твёрдо решил выбросить её из головы Я уехал за 3-9 земель Удалил её номер Организовал кучу неотложных дел Завалил себя работой так, что некогда вздохнуть И чем же я сейчас занимаюсь? Листаю её Инстаграм Честно, не представляю, как это получилось Только что я сидел за рабочим столом Просматривал кипоотчётов, параллельно общаясь по телефону с отделом логистики И прокручивая на экране проекты новых разработок И вот я обнаруживаю себя у окна В руках телефон На экране фотография Юльки Она нюхает одуванчик Забавно морща свой аккуратный носик И улыбается Сердце вдруг пронзает такая острая боль Что я едва сдерживаю тоскливый вой Рвущийся из глотки Блин! Решил выбросить её из головы Надо следовать своему решению Мужик я или безвольная амёба Может, я ещё надену вязаные гетры Заберусь на подоконник Возьму кружку какао И разрыдаюсь, глядя на дождь Он, кстати, как раз идёт Смывая остатки лучшего лета в моей жизни Снаружи сейчас так же погано и слякотно Как у меня внутри А с экрана мне, как тёплое солнце Улыбается Юлька На следующей фотке она обнимает Дашу Маленькая принцесса, как обычно, при полном параде На голове любимая диадема В руках модная сумочка Губки сложены бантиком Подбородок высокомерно вздёрнут А Юлька смеётся И целует дочку в щёку И от этой фотки мне ещё больнее У них свой мир Тёплый, уютный и светлый А я здесь один Мне в их мире места нет Я продолжаю листать инсту Чего уж теперь, раз сорвался Затягивает, как вомут Юлька не очень часто выкладывает фотки Поэтому я быстро продвигаюсь в прошлое С каждой пролистываемой картинкой Даша становится младше А Юлька, она тоже меняется Оказывается, раньше у неё были пухлые щёчки Короткие светлые волосы и более заметные округлости Но надо же, лет пять назад она была совсем другой Я бы её не узнал, если бы по постам в инсте Не наблюдал эти постепенные перемены Так, а это ещё что? Кто это? Я ошалела, таращусь на экран телефона Не веря своим глазам Моргаю, чтобы избавиться от наваждения Но это не помогает Я всё равно вижу на странице Юли Девчонку с синими волосами Это же не... Да не может такого быть Синие волосы, пирсинг в носу Чёрный свитер с открытыми плечами Я помню эту Мальвину Мы с ней когда-то, шесть лет назад В моей голове раздаётся Юлькин голос Однажды, в момент откровенности, она смущённо призналась Я не знаю имени Дашиного отца Мы встретились в баре Он был бородатый, как дикарь Шесть лет назад я вернулся из экспедиции Бородатый, заросший и исхудавший И в тот же вечер познакомился в баре с синеволосой девчонкой Мы провели ночь Одну из самых сумасшедших ночей в моей жизни И больше я никогда не видел эту Мальвину Хотя потом пытался её искать И вот я неожиданно нашёл её На страничке любимой девушки, с которой недавно расстался Я уже всё понимаю Пазл в моей голове сложился Понимаю, но не могу поверить Потому что это дико и невероятно Неужели тогда, шесть лет назад, это была Юлька? И неужели Даша моя дочь? Часть первая Юлианна Лиз, ну какие мужики? Где ты видела мужиков? Одни, блин, метросексуалы кругом С маникюром лучше, чем у меня И с косметичкой в сумочке Я плюхаюсь на барный табурет у стойки И прошу бармена сделать мне кофе В бар я зашла не для того, чтобы напиться Или кого-то подцепить У меня тут дело Выполняю поручение Лизы, лучшей подруги Ой, да хватит нудеть Вещает она в трубку Лучше посмотри налево Я на автомате выполняю её команду Ну, наверняка где-то там сидит красавчик Победно, произносит Лиза Ага, сидит Красавчик Только я никак не пойму, парень это или девушка Стрижка супермодная Лицо неопределённо симпатичное А половых признаков под аверсайзом не разглядеть Смотри на ноги, советует Лиза У парней размер обычно сорок плюс А, ещё у них кадык Может мне ещё под хвост ему заглянуть? Фыркаю я Чего ты от меня хочешь вообще? Поверни голову направо Продолжает командовать моя неугомонная подруга И присмотрись к сидящим с той стороны парням Не буду, бурчу я Где там твой троюродный Виталик? Подъезжает Минут 15-20 ещё подожди Знаю я эти 15 минут Пробки в центре в час пикацкие А мне нужно забрать ключи И завтра передать их Лизиной квартирной хозяйке Моя подруга внезапно укатила на моря Предварительно переехав к своему парню Но не успев вернуть ключи от съёмной квартиры И эта почётная миссия поручена её дальнему родственнику и мне Поэтому я и торчу в этом баре Жду его Кстати, почему встреча назначена именно здесь? Уж не потому ли, что бар рядом с крупным офисным центром И сюда заходят выпить после работы Всевозможные топ и не очень топ-менеджеры Лиза считает, что я слишком долго пребываю в одиночестве А я считаю, что лучше быть одной, чем с очередным вялым хипстером Меня воспитывал отец Возможно, поэтому я слишком сурова к представителям противоположного пола Мне нужно, чтобы мужик был мужиком Сильным, надёжным и прикольным Без подросткового кризиса Затянувшегося до тридцати Без нездорового пристрастия к компьютерным играм И без косметички в сумке Где-то, может, такие и водятся Но точно не в центре города Здесь одни метросексуалы О, вдруг вырывается у меня И я зависаю Потому что в бар входит новый персонаж У этого точно нет косметички и маникюра Он как будто только что вылез из леса Где охотился на медведей и тигров Причём голыми руками Ну ладно, с ружьём Но почему-то мне кажется, что он вполне может завалить медведей без ружья Одним ударом внушительного кулака Или даже одним хмурым тяжёлым взглядом А он реально смотрит на всех волком От него так и веет какой-то дикостью Да он реально дикарь Я только что мечтала о суровых мужиках Но это даже для меня перебор Присмотрюсь-ка я лучше кипстерам Эй, ты чего молчишь? Я хлопаю глазами и отвисаю Оказывается, Лиза что-то бубнит в трубку А я не реагирую Я не молчу Ну давай, колись Что? Какой он? Кто? Такой красавчик, что ты язык проглотила Вообще не красавчик Страшилище лесное, бородатое, в свитере В тёплом колючем свитере В то время как все остальные В элегантных костюмах, кардиганах, жакетах, худи и лонгсливах И это страшилище лесное направляется прямо ко мне Потому что за последние пять минут в бар заметно прибыло народу И единственный свободный табурет остался рядом со мной Ну как свободный? Там лежит моя сумка И убирать её я, кстати говоря, не планирую Я не горю желанием видеть рядом с собой хмурое лицо лесного чудовища Дикарь приближается Бармен смотрит на него примерно с таким же удивлением, как и я Вест влетерин Произносит колючий свитер Это что, эльфийское заклинание или латинское ругательство? Блин, я боюсь этого типа Бармен же кивает с пониманием и уважением После загадочной фразы дикарь плюхается прямо на мою сумку Эй! Воплю я Проблемы? Спрашивает он, неспешно повернув голову в мою сторону Уф, ну хоть по-русски разговаривает Это у тебя проблемы со зрением Всего минус полтора, не переживай На его губах мелькает слабое подобие улыбки Что? Причем тут его минус полтора? Ты все свои параметры собираешься озвучить? Не выдерживаю я А надо? Уже открыто ухмыляется он Да блин, разговор явно свернул не туда Ты сел на мою сумку? Сори, детка Он поднимается, достает из-под крепкой задницы сумку Протягивает ее мне и снова плюхается на тбурет Бармен ставит перед ним высокий пивной бокал Открывает странную бутылку с ободком и темной этикеткой И начинает наполнять его Тут вообще-то занято, сообщаю я Дикарь меня игнорирует Он завороженно наблюдает за тем, как темная пенящаяся жидкость Перетекает из бутылки в бокал У него такой вид, как будто он прошел пустыню Сахару Не встретил ни одного оазиса И вот-вот окочурится от невыносимой жажды Он сглатывает, облизывается Берет бокал И выпивает с таким наслаждением Что мне становится любопытно А что такое этот вест, как его там? Может, я тоже хочу? Повтори, кивает дикарь бармену И показывает два пальца Когда перед ним появляются два бокала Он берет один и поворачивается ко мне Смотрит оценивающе, как будто только что заметил мое присутствие Щурится, ставит передо мной наполненный бокал И произносит К тебе или ко мне?